Откроем Святое Писание и прочитаем. Благодать, милость и мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Мне очень нравится, как начинается это послание. Павел по повелению Бога пишет своему сотруднику, служителю Божию, послание. Преимущественно на нашем общении молодежь, поэтому у меня и слово будет к молодежи. Бог через апостола Павла преподал замечательное наставление не только Тимофею, но и мне, и всем нам, и всем людям. Это замечательное послание, и я бы пожелал всей нашей молодежи выучить послание апостола Павла к Тимофею наизусть. И первое послание, там шесть глав, и второе, где четыре главы, выучите наизусть. Они вам пригодятся. Какие замечательные наставления оставлены на страницах Святого Писания для молодых людей. Из всего послания я всего несколько текстов прочитаю для нашего назидания и для наставления молодежи. Тут все полезно. Тут все Бога вдохновенно. Тут все прекрасно в этих посланиях. Но, учитывая, что времени у нас не так много, я прочитаю из второго послания, простите, из первого послания, из шестой главы, двадцатый текст. Вот апостол Павел, как бы подводя итог наставлений, вдруг обращается к Тимофею с такими словами. «О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лыжеменного знания». Хорошие уроки преподаны Павлом Тимофею. «О Тимофей, храни преданное тебе». Что значит хранить? Это содержать в безопасности, в целости, беречь. Содержать в памяти, всегда помнить, никогда не забывать. О Тимофей, храни, никогда не забывай, содержи в своей памяти, всегда помни. Слово «хранить» часто употребляется в Святом Писании. Хранить, оберегать, содержать в памяти. Бог призывал народ свой. В книге Левит, в двадцать пятой главе мы читаем, в восемнадцатом стихом, такие слова. «Исполняйте постановления мои, и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле». В Божьих словах очень много обетований, то есть обещаний, добрых обещаний. «Храни в твоей памяти законы мои, не забывай их, и исполняй, все будет хорошо». Дорогая молодежь, вы хотите, чтобы у вас было все хорошо? Надо помнить. Надо помнить главные вещи. Мы что-то можем забыть, и такое бывает. Если бы я задал сегодня такой вопрос вам, я его, в общем-то, задам. «Приехали на это общение. Скажите, никто ничего не забыл? Все взяли, что хотели? Я хочу сказать, что часто у нас бывает так, что мы что-то забываем. Что-то забываем». В Евангелии от Марка, в восьмой главе, есть чудесное свидетельство о том, как Иисус Христос накормил большое количество людей хлебом, и все были довольны. И ученики были участниками этого чуда, и все наелись. И потом Христос дал повеление своим ученикам. «Соберите оставшиеся куски». И все собрали. И наполнили семь корзин оставшимися кусками. А после этого Христос говорит своим ученикам. «Переправимся на другую сторону». И они поплыли. И Христос начал их учить в лодке. Да, Христос не только в домах наставлял своих учеников, и не только в пустыне. Он в лодке начал преподавать им замечательные уроки. И говорит им, берегитесь закваски саддукейской, фарисейской и ирдовой. Братья и сестры, иногда звучит проповедь, и мы что-то можем не понять. Иногда мы читаем Святое Писание, и для нас что-то закрыто. Мы не все можем понимать. Иногда что говорит Иисус Христос? Вообще это не страшно. Можно у кого-то спросить. Можно спросить. Я сюда ехал на общение, и мне задали один серьезный вопрос. И я не смог на него ответить. Я сказал, не знаю, как поступить. Увижу братьев опытных, посоветуюсь, как быть. Мне задали духовный вопрос, очень серьезный, а это вопрос, связанный с судьбой людей. Как поступить? Я иногда и не знаю. Братья и сестры, такое может быть. Бог даст ответ в свое время. Ученики тоже не всегда все понимали, что говорит Иисус Христос. Не смущайтесь, если вы что-то когда-то не поняли. И они даже истолковывали неправильно. Они так друг на друга посмотрели и начинают рассуждать. Это значит, хлебов мы не взяли. Христос преподавал такой замечательный урок. То, что надо знать обязательно и забывать нельзя. Это значит, хлебов мы не взяли. Братья и сестры, а знаете, что произошло? Мы читаем в этой главе, при всем ученики его забыли взять хлебов. Забыли. Вот семь корзин наполненные. Все сытые. Но если были голодные, наверное, бы не забыли взять. Сытые и забыли. Братья и сестры, такое может быть. В общем-то, забыть хлеб не так страшно. Братья и сестры, хотя плохо. Вообще, если мы забываем что-то, а иногда у кого-то это уже входит в систему, все забывать. Если забыл, есть поправимые обстоятельства. Если вещи не такие сложные, братья и сестры, а есть вещи, которые забывать нельзя. Я приведу библейский и житейский пример о том, как иногда люди забывают. И что в принципе можно и забыть, и не так страшно. Выйдем как-нибудь из ситуации. И здесь. Один хлеб разделим на всех. Там один хлеб все-таки был. Кто-то прихватил один. Пускай на 12, или 13, или 15 человек. Может быть. И не совсем будет хорошо. Но что-то хватит. А что-то забывать нельзя. Молодежь, я вам хочу об этом сегодня сказать. Я не так давно ехал на дно большое общение. Ехал на машине. Дома у меня никого не было. Я один собирался. Обычно меня жена собирает в дорогу. А я собирался сам. Повесил свой костюм. Так аккуратно. В башечке свои. Ну, на машине. Сумочку приготовил. Позвонил жене попрощаться. Она мне говорит, а ты все взял? Я говорю, да. А вот такую рубашку взял? Я говорю, нет. Возьми. Я говорю, ну, хорошо. Снял свой костюмчик. Повесил рубашечку. На плечики. Потом зачехлил все. И поехал. Я несколько дней был в дороге. И приехал на общение. В субботу. Завтра воскресный день. И завтра служение. И я вечером домой пойду. Приготовлюсь к служению. Расчехляю. Вот. Там, где у меня висел костюм. Смотрю, его нет. И я вспомнил, где он остался висеть. Я у одного брата спросил. А вас в рубашке проповедуют? Он говорит, нет. Только в пиджаках. Братья и сестры. И я смутился. Конечно, я себя ругал. И я каялся перед Богом. Думал, Господи, как плохо. Как же так? Братья и сестры. Засуетился. Торопился. И сделал такую ошибку. Нет. Я вышел из ситуации. Один брат на меня посмотрел. Снял со своих плеч пиджак. Ну-ка, померяй. И он как раз по мне. И я все общения проездил в этом пиджаке. И когда уезжал, ему отдал. Братья и сестры. В общем-то, выйти из ситуации можно. Не так страшно. Я почему задал этот вопрос. Я знаю, как мы бываем забывчивы. Молодежь. И вы тоже. Даже некоторые заулыбались. Когда я сказал, никто ничего не забыл. Заулыбались. Мне подумалось, что люди что-то забыли. И может быть, кто-то забыл что-то и важное. И апостол Павел дал такое наставление Тимофею. О, Тимофей, храни. Преданное тебе. Не забудь. Всегда держи в памяти. Ты можешь что-то забыть. Это повредит тебе. Братья и сестры, мне может сильно повредить, если я что-то забыл более важное. А такое бывает. Если я забыл про кого-то. И я, если забыл что-то важное, кто-то будет страдать. Иосиф оказался в тюрьме. Как ему было нелегко. Бог чудесным образом открыл. Ему через сновидение, что будет с хлебодаром и что будет с виночерпием. И когда он прощался с виночерпием, тот шел на свободу. Он говорит, когда тебе будет хорошо, не забудь, не забудь обо мне, вспомни обо мне, братья и сестры. И мы читаем, а он забыл. Он забыл. Как жаль, если дети забывают своих родителей, когда они старенькие. А такое бывает. Как жаль. Если бы забыли отцов наших. Если бы мы забыли их подвиги. Если бы мы забыли, братья и сестры. Это страшно. Есть вещи, как я хочу сказать уже, это непоправимые вещи. Даже в практической нашей жизни. Молодежь нельзя забывать. Почему я говорю, учите Слово Божие наизусть. Выучите два послания к Тимофею. Помните их. Чтобы они всегда были пред глазами вашими. Святое Писание. Как это вам поможет? Мне пришлось быть участником неприятных вещей. Молодых людей, которых я знал, их объявили в собрании. Они уже жених и невеста. Скоро свадьба. И дело идет к свадьбе. И вдруг мне невеста подходит и говорит. Геннадий Сергеевич, пока еще вопрос не решился окончательно. Как можно нам разойтись? Чтобы мирно было. Я говорю, а что случилось? Я замуж не пойду. Не хочу. Что случилось? Она мне говорит. Вы знаете что? Но мы в разных городах живем. И далеко друг от друга. И я еду к своему жениху. И мне ехать долго. И я проезжаю днем. И я ему звоню. Ты меня встретишь? Да, встречу. Встречу. А время так. Поезд прибывает около 12 дня. Я встречу. И она говорит. Я приезжаю, ухожу с вещами. Никого нет. Нет никого. Нет никого. Я жду, жду. Ну, бывает задержался. Пять, десять минут нету. Но это было давно и мобильных телефонов не было. Я, говорит, стояла, стояла. Перон пустой. Никого нету. Пошла искать. Где телефон расположен на вокзале. Нашла. Звоню своему жениху. Слушаю его голос. Я спрашиваю, ты где? Он говорит, дома. Я говорю, а что ты сделаешь? Сплю. Как? А я же приехал. Забыл. Забыл. Братья и сестры, я вам реальные вещи рассказываю. Она говорит, замуж не пойду. Братья и сестры, оказывается, такие вещи даже можно забыть. Это страшно. Неприятно. Братья и сестры, но все-таки что-то может поправиться еще. Что-то может. Нет, они оба члены церкви. Хорошо вопросы все решили мирно. Все. Судьба не сложилась, конечно, в семейной жизни. Но, в общем-то, они трудятся. И люди неплохие. И тот, и другой члены церкви. Ну, со своими особенностями. Есть вещи, которые не поправишь. Которые не поправишь. В книге второзакония мы читаем. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей». Мы сегодня слышали уже призыв. Помни путь. Помни тот день, брат, дорогой, сестра, когда ты покаялся. Помни тот день. Когда Бог проговорил к твоему сердцу и к моему, это надо помнить. Надо помнить, каким путем Бог вел отцов наших и что они передали для нас. Надо помнить. И Писание говорит, ты в сердце это храни. Если в сердце хранить не будешь, где-то потеряешь. А хранить, как я уже сказал, это тщательно, содержать в безопасности, в целости, содержать в своей памяти. Молодежь, дорогая, вот почему мы напоминаем о тех путях, которыми Бог вел наших отцов. Чтобы мы не забыли. Вы-то многие не видели славных дел. Ваших дедов и прадедов. И мы уже многих сегодня среди нас не имеем. Братья и сестры, но забывать нельзя. Потому что эти вещи роковые, если забудем. Бог призывает народ свой, чтобы он мог тщательно хранить душу свою. А хранить душу это помнить. Все, что делал Господь, и соблюдать его заповеди. С какой горечью свидетельствовал Сефан в Иерусалиме тем, которые должны были хранить Слово Божие. В сердце своем они его не сохранили. Деяние святых апостолов. Его пламенная речь. С глубокой горечью, но исполненной Духа Святого. Он призносит такие слова. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. И не сохранили. Сколько боли, сколько страданий у Стефана за народ Божий, который должен был воспринять евангельскую благую весть и быть последователем Господа Иисуса Христа, забыли. Люди, которые не сохраняют в сердце своем то, что заповедал Господь, они со временем приходят к ожесточению. Молодежь дорогая, вы много что сегодня приняли. Если хранить не будете, где-то произойдет это ожесточение, где-то. Это бывает не сразу. И знаете, к чему пришло? Вот то, что они не сохранили Слово Божие. Мы читаем, «Слушаясь ее, они рвались сердцами своими и скрожитали на него зубами». Это кто? Это те, которые не сохранили Слово Божьего. Забыли дела Господа, хотя считались верующими людьми. Мы дети Авраама. Казалось бы, тщательно старались закон Божий внешне показать, как они исполняют. А по сути, кем они были? И вот проявляется их сердечное настроение. На Слово Божие у них реакция злобная. Братья и сестры, для нас серьезное предупреждение в Святом Писании. Если мы с вами что-то забудем, какие бывают последствия? В послании апостола Иуды в шестом тексте мы читаем такое серьезное предупреждение. Бог говорит через Своего раба и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. ангелы не сохранили своего достоинства. Не сохранили. Должны были хранить, и они не сохранили. Какой результат? Они ожидают судный день и сберегаются под мраком на этот суд великого дня. Для тех, кто сохраняет, помня заповеди Господа Иисуса Христа, есть чудесные обетования. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на ней. Бог дает обетование, что Он сохранит тех, кто хранит слово. Что заповедал апостол Павел Тимофею хранить? Как я уже сказал, там все важно и полезно во всех этих двух посланиях, но хотя бы только на отдельные моменты. Молодежь, что нельзя забывать, тщательно хранить в сердце своем, оберегать, чтобы пользоваться Божью благодатью и Божьим благословением. Апостол Павел в первой главе, в восемнадцатом стихе, пишет ему, «Предподаю тебе, сын мой Тимофей, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с нами, как добрый воин». Воинствовал, как добрый воин. Апостол Павел призывает Тимофея к военной активности, быть воинствующим воином. О какой войне и о каких воинах здесь идет речь? Апостол Павел, как бы продолжаю эту мысль в послании к Ефесянам, в шестой главе пишет, «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, нет, не против людей этого мира, не плотская война у апостола Павла, которую он призвал, и Тимофея, нет. Эта война против начальств, против властей, против мироправителей века сего, против духов злобы поднебесных». Вот к этой активной войне апостол Павел призывает Тимофея, это забывать нельзя, мы с вами призваны не к пассивному образу жизни, к войне, призывает апостол Павел. Против этих сил, духовных сил, выходить с кулаками, с палками, или даже с атомным оружием бесполезно. Плотская мышца здесь не поможет, война будет проиграна. Павел призывает людей Христовых к духовной войне, предлагает духовное оружие и духовную одежду для того, чтобы быть победителями. Молодежь, дорогая, если вы это забудете, и если вы не сохраните то, что вам Господь дал, и не будете укрепляться могуществом Господа, вы подведете себя и детей ваших и вашей семьи. И мы такие случаи уже знаем. Вот это забывать нельзя. Апостол Павел увещевает Тимофея, призывая его к активной деятельности, напоминая, чтобы он не забывал, и в послании к Ефесянам призывает для того, чтобы можно было взять оружие Божие в руки свои. Итак, встаньте, припаяшись через слава вашей истину и облегшись в броню праведности. Молодежь, дорогая, вот к чему сегодня призывает наш Господь. Встаньте, припаяшись через слава вашей истину и облегшись в броню праведности. Павел был воином и духовному военному искусству. Он учил Тимофея и всех последователей Господа нашего Иисуса Христа. Во втором послании к Тимофею он, обращаясь к народу Божьему, говорит, ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильный Богом на разрушение твердынь ими не спровергаем замыслы. Павел хотел, чтобы таким был Тимофей. Бог хочет, чтобы таким был я и вы, молодежь дорогая, чтобы мы были сильные, облеченные в доспехи Божьего духовного вооружения. Вся жизнь апостола Павла, она была сосредоточена на служении Богу, на созидание Церкви Христовой. Разве не для этого пришел Христос? Разве не для того, чтобы Церковь созидать? Он для этого и пришел. Он пришел создать Церковь и я создам ее. Я создам Церковь, Моя, сказал Иисус Христос, самая великая и самая славная на земле и на небе после Христа молодежь дорогая. Это Церковь. Послание к Ефесянам в первой главе мы имеем такое замечательное свидетельство о Церкви. Эта речь идет о нас с вами, потому что мы все в Церкви Христовой. Я счастлив, что я в Церкви. Большего счастья не может быть, чем находиться в Церкви. Что-то можно и потерять здесь на земле. Даже душу ради Христа и быть в Церкви самое великое и славное. Мы читаем послание к Ефесянам первой главы. Это свидетельство о Церкви. Это Бог говорит о ней. И все покорил под ноги Его. Это Бог все покорил под ноги нашего Иисуса Христа. И поставил Его, то есть Христа, выше всего. И на небе, и на земле Христос поставлен выше всего. Кем? Главой у Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. Выше Церкви нет во Вселенной. Она после Христа на первом месте. Христос – глава. И мне даже думается, Бог как бы хвалится Церковью Своею. Но это в добром смысле. Богу приятно хвалиться Церковью и людьми, которые любят Его. Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Богу приятно было говорить, что на земле есть такой человек. Братья и сестры, когда у нас все хорошо, и дети послушные, иногда и приятно, даже кому-то сказать, братья и сестры. И я думаю, что Богу приятно говорить о Церкви. И Христос, братья и сестры, Он Церковь прославляет, и Он ее прославит. Ему приятно, что есть она. И Он поставлен выше всего. Молодежь дорогая, мы сегодня живем в сложное время. Нам иногда такие вопросы задают, которые мы так легко решали в прошлом. Вот когда я был молодой, мы их просто решали. А сегодня я смотрю, как молодежи иногда трудно их решать. Было молодежное общение большое. И я на этом молодежи был. И мне несколько записок подряд приходило. И одна записка. Первое. Скажите, пожалуйста, вот раньше было такое понимание, Бог, церковь, а потом семья. Это так было раньше. А сейчас вроде такое понимание утверждается. Бог, семья, а потом все остальное. Церковь и так далее. Ну, я пояснил очень коротко. Так всегда было, и мы так понимаем. Бог, церковь, семья. Мне сразу же несколько записок. И знаете, даже с возражением. И даже мне аргументированно начинают писать. Тексты некоторые указывают, а как, если в семье не все в порядке. Сначала должна быть семья в порядке, а потом церковь. Сначала позаботиться о своих, а потом об остальных. Братья и сестры, и я удивился. У нас эти вопросы раньше вообще не возникали, когда я был молодым. Меня рукополагали в 83-м году прошлого столетия. Николай Абрамович Крекер. Он говорит мне, Геннадий, у тебя в мыслях, в сердце, какая последовательность? Бог, церковь, семья или наоборот что-то. Я говорю, да так как учили, так и понимаю. Бог, церковь, а потом семья. Правильно ты понимаешь. К рукоположению подходишь. Я говорю, раньше и не понимал, и мне в голову не приходило, как-то иначе мыслить. В голову. Братья и сестры, и у нас даже возникло какое-то маленькое такое, ну не сильно, но напряжение. Я понял, что молодые люди не соглашаются, особенно, ну молодые, молодые семьи наши начинают возражать. И мне пришлось даже более обширно на эту тему слово сказать. Ну уже прямо на этом молодежном общении. Я, кстати, прочитал этот текст. Я с него начал. Сейчас я не буду очень подробно говорить, это целая проповедь. Я говорю, вообще для семьи в Святом Писании, конечно, сказано, какая должна быть семья, и какой должен быть я отец, и какой должен быть я муж, и какой должен быть служитель. Но у нас есть наставление такое от Святого Писания, семейный или женатый. Как не женатый? Как не женатый? Как не имеющий жену или детей? Ради Господа. Вот наставление. Я говорю, посмотрите, что говорит Святое Писание. Бог поставил Христа выше всего, выше всякой семьи. Он поставил главою церкви. Что может быть выше церкви? И вдруг нам говорят, нет, нет, не церковь, сегодня семья, это самое главное, церковь это так. Бог поставил главою церкви. Она после Христа, братья и сестры, и для этого покорил всю вселенную. Бог, Он ее покорит. Как Бог отождествляет себя церковью, это тело Его. Как может быть она ниже семьи? Как может быть мой закуточек, мои интересы выше? Того, что Бог так возвысил, Он отдал себя за церковь. Он ее возлюбил, церковь свою. Она для него дорога. И мы вдруг говорим, нет, мое дороже. Братья и сестры, Писание учит по-другому. И апостол Павел, он такое наставление дает Тимофею, чтобы он не забыл главных истин. Хлеб забудете, пиджак забудете, еще что-то. Деньги забыли. Братья и сестры, дату какую-то, не так страшно. Но забыть истины, основополагающие, нельзя забывать. Иисус Христос такое наставление дал ученикам Своим. Смотрите, берегите закваски фарисейской. Ах, хлеб забыли. Да ладно хлеб. Что там хлеб? Христос не об этом. Разве, говорит, вы не помните, сколько хлебов вы собрали? Разве вы не понимаете, что не о хлебах идет речь? Вы не забудьте, самое главное, вы не вторгнетесь в закваску, о молодежь. Какое сегодня апостол Павел через Тимофея хочет дать наставление и нам сегодня. Вот что страшно, когда сегодня заквашиваются люди и забывают, куда они могут попасть. Вот этого нельзя забыть. Закваска фарисейская, саддукейская и иродова. Если ты забыл, самое главное, и пошел не по тому пути, вот вырваться оттуда, почти невозможно. И кто-то погибнет. Сегодня вот эта иродовая закваска, молодежь, я о ней немножко хочу сказать. Она, к сожалению, захлестывает христианство. У нас в Петербурге недавно приехала большая группа с Америки. Они с разных церквей, в общем, так, проездом. Я с ними немножко беседовал. Они мне задают вопрос, а скажите, у вас тут верующие не ссорятся по украинским вопросам, но русские с украинцами, вот, между собой, нет у вас ссор? Я говорю, нет, совершенно. Правда? Ссор нету. И я узнаю, что дело доходит до драк, до ссоров, до конфликтов в семьях, в некоторых. Нет, это не в нашем братстве. До конфликтов. Жена украинка, он русский, конфликт. В церкви русские украинцы ссорятся, кто за кого. Братья и сестры, знаете почему? Влезли в выродовую закваску. В политику сегодня ввергают вожди народа Божьего. Влезли в политику и народ сегодня туда вовлекли. И люди ссорятся. Я говорю, нет. У нас, говорю, вот недавно было совещание Совета Церкви. Мы думали, не все братья с Украины смогут приехать. Не все. Мы так думали. Сложно сейчас выехать. Приехали абсолютно все. Мы думали, из такой горечи будет нам сейчас рассказывать. Может быть, даже какое-то напряжение будет. Братья и сестры, я вам свидетельствую. Тут несколько служителей Совета Церкви. Было расширенное совещание. С какой любовью? Братья с Западной Украины, с других мест, с какой любовью мы говорили друг о друге. Да, мы там некоторые вопросы сложные решали. Сложно есть. Но с какой любовью, с каким долготерпением, не касаясь вообще этих вопросов. И никто в наших церквах не ссорится. И мы любим друг друга, и мы молимся, и мы встаем на колени. Это наша общая боль. Во всех церквах за Украину молятся. Братья и сестры, а почему? Бог нас сохранил от этой политики. Мы в стороне стоим. Поэтому и братство наше сохранено. Когда-то Геннадий Константинович на наших совещаниях говорит, братья, влезь в политику, там уже дорожки проторены, с них не свернешь. Там будешь делать все, что тебе скажут. Там командовать не придется. Там все отработано. Это не наш путь. И люди, которые туда вошли, они оттуда уже не смогут выйти. Там все прописано, они сделают то, что скажут. Братья и сестры, это вещи очень серьезные. Верующим ли там быть? Верующим ли? Братья и сестры, я хочу сегодня молодежь вас наставить, как наставляли нас отцы наши. Они приняли это, как живое Слово Божие когда-то и берегли нас. И мы выросли в стороне от этих вещей. Мы хотим, чтобы и вы были в стороне. Не вовлеклись в эти дела. Сегодня столько информации. У вас компьютеры где-то могут быть под боком находиться. Братья и сестры, и всякие мерзости сегодня оттуда нам предлагают. И это политика, от которой мы должны в стороне стоять. Братья и сестры, у нас сердца будут свободны. Мы всех сможем любить. Апостол Павел в стороне был. Я так радовался, когда наши отцы, братья и сестры, нас гнали сильно. Гнали жестокие власти. Никогда никого не злословили. Никогда. Да, молились за властей. С большой горестью. Может быть, не было много любви к этим людям, к нашим гонителям, не было. Но сколько у нас было долготерпения. Ко мне лично один человек, перестройка началась. Пришел один человек от правительства. Он захотел со мной встретиться. Он говорит, Геннадий Сергеевич, перепишите имена всех, кто возгнал. Мы их всех за решетку отправим. Я говорю, да мы их еще тогда прощали, когда они нас в тюрьму отправили. Мы их тогда прощали. У нас зла нету никакого. А тем более сейчас. Нет, не напишем. Мы даже не скажем про наших гонителей. Братья и сестры, и так наши отцы, мы молились, молились, братья и сестры, и Бог нас сохранял и благословлял. Мы никого никогда не злословили. Я сегодня смотрю, как люди злословят высших начальников власти. Это не наш путь. Не наш. Посмотрите, как жили апостолы. И апостол Павел Тимофея наставлял в этом. Как апостолы жили. Никогда про правителей, какими бы они ни были, ни говорили плохо, ни поносили, ни злословили. Братья и сестры, мы с уважением и с почтением говорили, хотя безнравственный образ жизни вели некоторые правители. Апостол Павел, это 26 глава Деяния Святых Апостолов, он был свидетелем перед царем Агриппой. Да, Бог ему сказал, тебе должно предстать предкесаре, ты будешь проповедовать ему. И вот он пристал сначала перед Агриппой. И я удивляюсь его речи, что Агриппа был благочестивым царем. Апостол Павел говорит, почитаю себя счастливым, что сегодня царь Агриппа мог защищать мое дело пред тобою. Какая замечательная проповедь для Агриппы прозвучала от узника Павла. Братья и сестры, никакой политики совершенно, никакого злословия. Царь Агриппа, я счастлив, что сегодня могу сказать тебе. Братья и сестры, он замечательное слово сказал. Если нас поставят перед правителями и нас поведут, братья и сестры, какое у меня слово должно быть к ним? Решать ли какие-то политические вопросы? У нас есть пример Святого Писания. Этого забывать нельзя. И Христос говорит ученикам своим, выберегите закваски, не попадите вы под это влияние. Сегодня нас постарается влечь в эту систему всю. Это погибельный путь. И Павел говорит, это я всего маленькую выдержку из его замечательной речи о гриппе. с первожителем Дамаска, Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойные покаяния. Какое замечательное свидетельство царя гриппа. Вот о чем я говорил всем и тебе об этом говорю. Должно покаяться. Павел так скажет вариапаги людям начальствующим. Там соберутся все. И он скажет, что Бог назначил день, который будет праведно судить вселенную. Бог назначил. Должно покаяться. Какая замечательная проповедь для всех начальствующих. Вот какое слово у нас должно быть, дорогие братья и сестры. И о гриппе внимательно слушал. И знаете, что он сказал Павлу? Ты немного меня не убеждаешь сделаться христианином. То есть, почти уже убедил Павел, ты меня сделаться христианином. Вот, братья и сестры, цель нашего служения, цель церкви. Она должна быть святой и непорочно отделена от этого мира, не заквашена. Сегодня нас вовлекают в это, молодежь, дорогая. Берегитесь, не забудьте то, что передали отцы. Они показали пример святой жизни. Сегодня можно вспомнить Геннадия Константиновича, Храпова, Бинякова, Хорева, других замечательных людей, которые не щадили своей жизни. Они не заквасились этим миром. Братья и сестры, мы можем сегодня хвалиться этими людьми? Можем! И мы благодарны Богу, что у нас в братстве были такие люди. Братья и сестры, сегодня уже прозвучала мысль в молитве благодарность Богу за этих наших братьев и сестер, которые показали пример сподвижнического служения. Молодежь дорогая, Бог хочет, чтобы и вы такими были, приняли Слово Божие и сохранили его до конца своих дней. Апостол Павел Тимофею во втором послании пишет, ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника. Павел предупреждает о том, что времени, когда, о том времени, когда здравого учения не будут принимать. Поэтому надо быть особенно внимательны к слышанному. Вот мы сегодня в такое время живем, молодежь дорогая, и из потока той информации, которая сегодня к нам идет, можно просто запутаться. Я думаю, что сегодня один из самых распространенных грехов нынешнего христианства – это дружба с миром. Дружба с миром. У этого нынешнего века есть мироправители и начальники, как мы с вами прочитали в послании к эфесянам. У нынешнего века Павел призывает тому, чтобы этим властям нынешнего века мы с вами могли противостать не от борьбы против плоти и крови, против духов злобы поднебесных. Им надо будет противостать. Ангел Ладикийской церкви, он подружился с этим веком. Этот век – это мир. Это мир. И настолько духовный ослеп, что перестал реагировать на Слово Божие. Я думаю, что сегодня немало слепых христиан. Это характеристика последнего времени. Ты говоришь богат и разбогател и ни в чем не имеешь нужду. Какое жалкое состояние. Бог говорит, ты несчастен и жалок и слеп и нищ и над. Вот состояние христиан многих они просто ослепли. А почему? Я вам скажу, началось с маленькой закваски. Христос говорит, берегитесь этой закваски, берегитесь. Если закваска проникла в сердце, братья и сестры, и вовремя ее не остановишь, она завладеет абсолютно всем, не выпутаешься. Молодежь, дорогая, забудете, заквати здесь, потом трудно будет вам выйти, спасти некоторых будет просто невозможно. Павел говорит, малая закваска квасит все тесто, очистите старую закваску. Он решительным образом принялся очищать то, что было заквашено. Я, находясь у вас, уже принял решение, как бы, находясь у вас, сделавши такое зло, предаться-то не. Он пресек зло на корню. Братья и сестры, чтобы не было закваски. Если попадет закваска, мы с вами можем заболеть. И сегодня христиане многие заболели этой политикой. Насколько все заквашено и миром. Братья и сестры, молодежь, дорогая, я хочу сказать, это сегодня, на мой взгляд, очень опасное явление, дружба с миром. Мы читаем в этом же послании апостола Павла Тимофеев в 4 главе слова глубокой горечи. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Как я уже сказал, что такое нынешний век, братья и сестры, это мир. Димас возлюбил мир. Павел не говорит, что Димас впал в какие-то грехи, что его надо отлучать, что он стал человеком негодным. Нет, Павел так не пишет. Да, по всей видимости, Димас не впал в страшные грехи, за которых сразу же апостол Павел готов был сатане предавать, как того, сделавшего мерзкое дело в Карильфе. Я предал сатане. Нет, Димас таким не был. Похоже, он был интеллигентным, человеком, рассудительным, спокойным. Братья и сестры, он не вляпался ни в какие грехи, но он возлюбил нынешний век. Братья и сестры, я уверен, что он себя оправдывал. Он ушел от апостола, он полюбил этот мир. Я задавал некоторые вопросы, а что это такое мир? И сегодня, знаете, какая-то трактовка людей, которые этот мир любят, которые заквашены иродовой закваской. Они говорят, мир это грех, это грех, и перечисляют ряд скверных грехов, за которых он нас отлучает. Вот с этим дружить нельзя. Братья и сестры, мир нынешний век это светский образ жизни. Даже интеллигентный, без всяких скверных, может быть, негодных грехов. Просто светский образ жизни, это образ этого мира. И Димас его полюбил. Отлучать вроде и не за что. А он ушел. Ему с апостолом уже не интересно. Ему нравятся олимпиады, ему нравятся бокс, ему нравятся спортсмены, ему нравятся интернет, ему нравятся театр. Вот и все вот это окружение, братья и сестры, сегодня христианство этого влекают. И я смотрю, даже это немножко проникает в нашу среду. А что плохого в спорте? А что плохого? Братья и сестры, и сегодня это начинается. А когда христианские лидеры с кафедры призывают сегодня ехать на олимпиаду и быть волонтерами, и мы читаем это в христианской прессе, призыв лидеров христианских к своим последователям, волонтерами быть в этих местах, какой ужас! Братья и сестры, и они так вдохновенно об этом говорят, как будто Богу так это нравится, рукоплескать, в ладоши хлопать всем героям нынешнего века. О, дорогие братья и сестры, как будто суда Божьего не будет, как будто не будет суда, куда сегодня вовлекают христиан в различные сферы, лишь бы не заниматься самым главным созиданием тела Христа, Церкви Его, к чему мы с вами призваны. Политика, спорт и тому подобное, музыка нехристианская, театр, кино, компьютерные игры, это все нынешний век, который сегодня влечет многих. Молодежь, дорогая, я вас предупреждаю, не ведите светский образ жизни, это опасный путь, может быть, даже и отлучать пока не за что. Явных грехов не делайте, братья и сестры, но знаете, как страшно быть неотлученным и услышать голос, я тебя не знаю, я тебе говорил, купи у меня золото огнем очищенное, а ты глаза свои закрыл, уши свои заткнул и слышать голос Божий не хотел, ты ангел слепой, я стучал неоднократно в двери сердца твоего и ты их не отворил. Братья и сестры, какой ужас, и Бог скажет, я вас не знаю, братья и сестры, это не для блудников написано, я вас не знаю, это не для людей, которые мерзкий образ жизни ведут, это те интеллигентные, которые ведут светский образ жизни, им все можно, они сегодня пойдут на собрание, завтра идут в театр, послезавтра едут на олимпиаду, потом сидят у компьютера, потом идут играть в хоккей, потом смотрят все спортивные игры и тому подобное, и ведут светский образ жизни. Братья и сестры, это опасный путь, это не наше с вами призвание. О, Тимофей, храни преданной тебе. Апостол Павел почему-то за благословенного человека, Вадимова Духом Святым, который принял Божью благодать, беспокоился, и он его наставлял, предупреждал и даже увещевал таким громким восклицанием после длительного наставления в шести главах. Тимофей, о, Тимофей, храни преданной тебе. О, дорогая молодежь, сохраните то, что приняли наши отцы. Ваши отцы, что приняли. Живое Слово Божие. Они показали пример духовной жизни и умирали ради Господа одни в вузах, а другие в свободное время, но верными Господу. Я в марте месяце ехал в Иркуту. Там намечено было рукоположение и приезжал в Сосногорск. Мы ехали с одним стареньким служителем вдвоем, братья и сестры, и я смотрел на железную дорогу. Думаю, сколько здесь наших братьев полегло. Сохраняя верность тебе, это наши отцы, наши деды, они тебя любили. Здесь столько было лагерей. Многие не вышли на свободу. Я вспоминал Храпова. Мы ехали с Василием Дмитриевичем, Балуем. Вспоминали наших отцов их благословенный путь и там, как дело Божие совершалось в Иркуте. Я ехал, и у меня родилось стихотворение, которое и вам хочу, молодежь, прочитать. Снова поезд, и опять дорога. Предо мной пустынная тайга. Дома я побыл совсем немного, но по делу Божьему тревога снова в путь направила меня. Дело Божье трепетно и свято в этом мире нужно совершать, как свершали подвиги когда-то и стеной вставали. Брат за брата, плоть свою умея распинать. Вера всех подвижников Христовых вдохновляет слабого меня. Я на ниве Божьей вижу новых, славных, твердых, к подвигу готовых, мужественных воинов Христа. Дай мне силы, Божий милостивый, свято жить и свято поступать, чтобы жизнь и смерть была красивой, чтоб душа пропела гимн любимый, чтобы было детям, что сказать, чтоб не только словом, но и делом труд любви пред Господом свершать, чтоб послушным быть и твердым, смелым, чтоб всегда пред Господом быть верным и готовым жизнь за ближнего отдать. Молодежь дорогая, ваши деды, ваши отцы жизнь отдавали ради Господа за вас. Дорожите тем, что вы приняли. Сохраните это в ваших сердцах, да поможет в этом Господь. Пусть имя Господа будет прославлено. Аминь. Сохраните это в ваших сердцах, аминь.